Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Сегодня мы с вами продолжим решение задач по теме «Нахождение вероятности событий». Уделим внимание сложению и умножению вероятности. Для начала вспомним теоретический материал, который нам поможет при решении задач. Утверждение первое. Сумма вероятности противоположных событий равна единице. Напоминаю, что два события называются противоположными, если наступление первого события означает не наступление второго, а не наступление второго события означает наступление первого. Утверждение номер два. Если событие С означает, что наступает одно из двух несовместных событий А или Б, то вероятность события С равна сумме вероятности событий А и Б. Напомню, что два события называются несовместными, если в одном и том же испытании они не могут произойти одновременно. Третье утверждение. Если событие С означает совместное наступление двух независимых событий А и Б, то вероятность события С равна произведению вероятности событий А и Б. Напомню, что два события называются независимыми, если наступление одного из них не влияет на вероятность наступления другого. Заметим, что в данных утверждениях мы можем найти для себя подсказку. Если, описывая два события А или Б, уместно поставить между ними предлог «или», то вероятность будем складывать. А если, описывая два события, уместно между ними поставить предлог «и», то вероятность будем умножать. Приступим к решению задач. Задача номер один. На экзамене по геометрии школьнику достается одна задача из сборника. Вероятность того, что эта задача по теме «углы» равна 0,1. Вероятность того, что это окажется задача по теме «параллелограмм» равна 0,6. В сборнике нет задач, которые одновременно относятся к этим двум темам. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется одна задача по одной из этих двух тем. Приступим к рассуждению. Пусть событие А означает, что задача досталась по теме «углы», а событие В, что задача досталась по теме «параллелограмм». Событие С состоит в том, что задача досталась по теме «углы» или «параллелограмм». События А и В являются несовместными по условию. Заметьте, здесь есть для вас цветовая подсказка. Чтобы найти вероятность события С, сложим данные вероятности. Ответ – 0,7. Следующая задача. Фирма «Луч» изготавливает фонарики. Вероятность того, что случайно выбранный фонарик из партии бракованный равна 0,02. Какова вероятность того, что два случайно выбранных фонарика из одной партии окажутся бракованными? Рассуждаем. Пусть событие А состоит в том, что первый выбранный фонарик бракованный. Событие В – второй выбранный фонарик бракованный. Тогда событие С будет состоять в том, что первый и второй фонарики бракованы. События А и В являются независимыми по условию. Обратите внимание на цветовую подсказку. Чтобы найти вероятность события С, перемножим вероятности. Ответ – 0,4. Хочу вам заметить, ребята, что для того, чтобы быть успешным на экзамене, мало просто уметь решать задачи. Надо еще быть внимательным и правильно осмысливать прочитанное. Например, посмотрите, что произойдет, если в условии предыдущей задачи мы поменяем всего лишь две буквы. Фирма Луч изготавливает фонарики. Вероятность того, что случайно выбранный фонарик из партии бракованный равна 0,02. Какова вероятность того, что два случайно выбранных фонарика из одной партии окажутся небракованными? Рассмотрим решение задачи. Пусть событие А состоит в том, что первый фонарик исправный. Событие В в том, что второй фонарик исправный. Тогда событие С состоит в том, что первый и второй фонарики исправны. События А и В являются независимыми. Найдем вероятность того, что случайно выбранный фонарик исправный. Получаем, что единица минус 0,02 равняется 0,98. Тогда вероятность события С находится умножением 0,98 на 0,98. Получаем ответ 0,9604. Посмотрите, изменилось всего лишь две буквы в условии задачи, а ответ уже другой. А сейчас я вам предлагаю себя проверить. Используя рассмотренные утверждения, решите задачу 4 и задачу 5. На тарелке лежат пирожки, одинаковые на вид. Вероятность того, что случайно выбранный пирожок будет с капустой, равна 0,3. Вероятность того, что случайно выбранный пирожок будет с яблоками, равна 0,4. Петя наугад берет два пирожка. Найдите вероятность того, что у него окажутся два пирожка с яблоками. Следующая задача. На тарелке лежат пирожки, одинаковые на вид. Вероятность того, что случайно выбранный пирожок будет с капустой, равна 0,3. Вероятность того, что случайно выбранный пирожок будет с яблоками, равна 0,4. Петя наугад берет пирожок. Найдите вероятность того, что у него окажется пирожок с капустой или пирожок с яблоками. Числа в задаче подобраны небольшие, специально, чтобы вам было удобно устно посчитать. Ну что, проверяем? Надеюсь, у вас все получилось. Рассмотрим еще одну задачу. В результате многократных наблюдений установили, что вероятность попадания в мишень одного стрелка равна 0,9, а другого – 0,8. Каждый из стрелков сделал по одному выстрелу по мишени. Какова вероятность того, что мишень будет поражена? Начнем наше решение. Пусть событие А состоит в том, что первый стрелок попал в мишень. По условию вероятность события А – 0,9. Событие В – второй стрелок попал в мишень. По условию вероятность события В – 0,8. десятых. События С – это мишень поражена. События А и В являются независимыми. Но события С наступают не только тогда, когда попали оба стрелка, но и тогда, когда в мишень попал хотя бы один из стрелков. Поэтому сразу применить утверждение 3 мы не можем. Дальше можно рассуждать двумя способами. Первый способ. Рассмотрим, когда же наступает событие С. Событие С наступает, когда попал первый стрелок и попал второй стрелок, или попал первый стрелок и не попал второй стрелок, или не попал первый стрелок и попал второй. Найдем вероятности противоположных событий. Вероятность того, что не попал первый стрелок, равняется единице минус 0,9, то есть 0,1. Вероятность того, что не попал второй стрелок, равняется 0,2. Таким образом, можем составить выражение для нахождения вероятности того, что мишень поражена. Посмотрите, попал первый стрелок, записываю вероятность события. И умножить. Попал второй стрелок, записываю вероятность события. Или плюс, ну и так далее. Подсчитав выражение, получаем, что ответ у нас 0,98. А теперь рассмотрим второй способ. Для этого рассмотрим событие, противоположное событию С. Мишень не поражена, то есть не попал первый стрелок и не попал второй стрелок. Найдем вероятности противоположных событий. Уже находили мы вероятность того, что не попал стрелок первый, что не попал стрелок второй. Ну а теперь вероятность того, что мишень не поражена. 0,1 умножить на 0,2 равняется 0,02. Таким образом, вероятность того, что мишень поражена, будет составлять 1 минус 0,02, то есть 0,98. Посмотрите, ребята, этот способ считается более рациональным. Хотя, может быть, кому-нибудь понравится и первый способ. От выбора способа правильность ответа у нас не пострадала. На этом наш урок закончен. Надеюсь, что он был для вас полезен. Вашим домашним заданием будет следующее. По учебнику автора Макарычева повторить пункты 35 и 36, решить номер 821 и 824. А также не забывайте решать задание номер 10 из ОГЭ. Спасибо за внимание. Успехов в подготовке к экзаменам. Здравствуйте, девятиклассники. Сегодня мы с вами готовимся к основному государственному экзамену по русскому языку. Тема нашего урока – подготовка по теме орфографический анализ слова. Цель нашего урока – повторить орфограмму правописание букв О, Е, Ё после шипящих и Ц в разных частях речи и выполнить практические задания из банка основного государственного экзамена. Давайте вспомним, что такое орфограмма. Орфограмма – это правильное написание слова по правилу, образцу, традициям из нескольких выбранных вариантов. Орфограмма, о которой мы будем с вами сегодня говорить, встречается в разных частях речи и в разных морфемах. Перед нами имя существительное. Мы сегодня с вами работаем со следующими морфемами. Корень, суффикс, окончание. Вспоминаем правило. Под ударением в именах существительных пишется О, но кроме тех случаев, когда слово не предполагает чередование. Правильно я сказала. Под ударение. Кроме случаев, когда слово не предполагает чередование. Хорошо, дальше. Еще раз. Ничего, ничего, ничего. Да, да, да. В именах существительных под ударением в корне слова, как и в других частях речи, пишется О, кроме случаев, когда слово не предполагает чередование. Если слово предполагает чередование, то под ударением пишется гласное Ё. Шепот – шептать. Шелк – шелка. Исключения составляют слова, которые вы видите на слайде. Это слова-исключения. Их нужно запомнить. Шорох – шов. Шоры – это специальные наглазники у лошадей. Чопорный, шок, шорты, жонглер, жакей и так далее. В суффиксе имен существительных под ударением пишется гласное О. Волчок, ручонка, галчонок. В безударном положении пишется гласное Е. Реченька, ноженька. В отглагольных именах существительных мы пишем гласную Ё. В окончаниях имен существительных под ударением, как и в суффиксе, мы пишем гласную О плечом, свечой, калачом. И без ударения мы пишем гласную Е. В имени прилагательном, как и в имени существительном, под ударением мы пишем гласную О, кроме слов, которые не предполагают чередования. Чёрный, чернеть, шёлковый, шёлка. В суффиксе, в отымённом прилагательном под ударение мы пишем О. Напоминаю, что такое отымённое прилагательное. Вы трансформируете это слово и смотрите исходное, то, от которого образовано. Порчёвый, парча. Грошевый, ежовый. Без ударения, в безударном положении мы пишем гласную Е. В отглагольных прилагательных, то есть те, которые образованы от глагола, мы пишем гласную Ё. Золочёный, печёный, копчёный. В окончании имен прилагательных, так же, как и в имени существительных, под ударением мы пишем О, в безударном положении пишем Е. В причастии гласная буква О, Ё или Е может встретиться только в суффиксах. Я напоминаю, что мы с вами работаем только со страдательными причастиями прошедшего времени. И в морфеме у нас с вами суффикс Ёнаным, Онаным. Под ударением мы пишем гласную Ё, освещенный, окруженный, побежденный. В безударном положении пишем гласную Е. Увиденный, построенный, выкрашенный. Глагол, как и причастие, как форма глагола, любит только гласный Е и Ё. Запомните, пожалуйста, это. В корне глагола мы пишем гласную Ё. Ожёг руку, поджёг сарай, прожёг куртку. Не путайте, пожалуйста, с именем существительным. Ожёг руки и так далее. В суффиксе под ударением мы пишем гласную Ё. Затушёвывать, выкорчёвывать. В окончаниях Ёж, Ёд, Ёти, Ём мы пишем гласную Ё. В наречиях, напоминаю, что наречие, как самостоятельная часть речи, не имеет окончания, потому что она неизменяемая часть речи. То мы с вами говорим о том, что под ударением на речиях мы пишем гласную О, хорошо, горячо. В безударном положении пишем Е. Короче, хуже. Но запомните, пожалуйста, ещё через Ё. Во всех формах, местоимениях, что под ударением мы пишем гласную Ё. Ни о чём не спрошу, ни при чём. Без ударения пишем гласную Е. Нечем открыть, не о чем говорить. Обратите, пожалуйста, внимание, что под ударением мы пишем гласную Е. Давайте вспомним с вами о том, когда и в каких ситуациях мы пишем гласную О и Е после Ц. Обратите, пожалуйста, внимание, что после согласной буквы Ц гласная Ё никогда не пишется. Под ударением мы всегда пишем О, цоколь, пальтецо, облицовывать. Без ударения гласная Е. Зеркальце, облицовывать колодцем. И, конечно же, наши любимые слова исключения. Это цокотуха, скерцо, герцог, меца, сопрано. Давайте мы с вами закрепим полученные знания на практике. Перед нами предложение. Чёпарный чёрт в чёрной шёлковой одежонке сидел на жёстком диване и пил дешёвый кофе, и изредка чокаясь со своим отражением в тяжёлом глянцевом самоваре, стоящем на парчёвой скатерти шоколадного цвета. Чёрт был большой обжора и, несмотря на изжогу и больную печёнку, объедался крыжовником со сгущённым молоком. Давайте посмотрим, какие гласные мы с вами должны вставить. И применим те знания, которые вы сейчас уже услышали и, конечно же, вспомнили. Чёпарный мы с вами используем алгоритм, который я вам предложила. Определяем сначала часть речи. Чёпарный – это имя прилагательное. Смотрим на морфему, где мы с вами должны увидеть нашу орфограмму. Это корень слова. Давайте вспомним. Предполагает ли это слово чередование? Нет. Чёпарный не предполагает. Кроме того, он входит в слова-исключение. Поэтому мы пишем гласную О. Чёрт. Имя существительное. Работаем с морфемой «корень слова». И сразу применяем правило, может ли это слово использовать чередование. Чёрт в черте чертей. Если слово предполагает чередование, мы пишем гласную Ё. В чёрной чередование чернеть. Шёлковое. Чередование – шёлк. Одежонки. Перед нами имя существительное. Морфема, в которой встретилась орфограмма, суффикс. И мы с вами помним, что под ударением мы пишем в суффиксах именах существительных прилагательных гласную О. Сидел на жёстком диване. Жёсткий, прилагательное. Работаем с корнем. Слово предполагает чередование «жесть». Жесть. Пишем гласную Ё. Пил дешёвый кофе. Дешёвый – имя прилагательное. Дешёвый, дешевле. Слово предполагает чередование, значит, пишем гласную Ё. Чокаясь. Морфема – корень. Орфограмма – под ударением. Слово исключения – гласная О. Со своим отражением в тяжёлом. Тяжесть. В глянцевом самоваре. Порчёвый – под ударением в суффиксе, поэтому гласная О. Шоколадное слово исключения. Чёрт, мы с вами уже проговорили. Обжора слово исключения под ударением не предполагает чередование, поэтому О. Ижога аналогично. Печёнку – чередование слова предполагает, поэтому мы с вами пишем Ё. Печёнка – печень. Крыжовник – слово исключения. Сгущённым молоком. Обратите, пожалуйста, внимание, что перед нами причастие. Поэтому мы с вами пишем гласную Ё. Я вам предлагаю сейчас выполнить следующее задание самостоятельно. Ожог был очень тяжёл. Хочу обратить внимание на слово ожог. Ожог был очень тяжёл. Обратите, пожалуйста, внимание, что если это имя существительное, то мы пишем гласную О. В глаголе мы всегда пишем гласную Ё. Ожог был очень тяжёл. О чём идёт речь? Об ожоге. Значит, перед нами имя существительное. Будьте, пожалуйста, внимательны. Самостоятельную работу вы можете сверить по эталону. Я думаю, что у вас всё получилось. Подготовимся с вами к экзамену. Ребята, посмотрите, пожалуйста, на задание, которое вы можете встретить на экзамене в тестовой части пятого задания. Итак, работаем. Жонглёр. После шипящей пишется О, поскольку можно подобрать проверочное слово. Нет, проверочного слова подобрать нельзя. Нам эта формулировка правила не подходит. Неверный вариант ответа. Говорил певучий. В суффиксе наречия после шипящего под ударением пишется Е. Певучий. У нас с вами безударное положение в суффиксе. А мы с вами помним, что формулировка звучит под ударением. Нам этот вариант ответа не подходит. Решённая задача. В суффиксе страдательного причастия прошедшего времени вроде бы всё логично и правильно. После шипящего пишется буква Ё. Да, верно. Это правильный вариант ответа номер три. Горячо приветствовали. В суффиксе наречия после шипящего в безударной позиции пишется О. Горячо. Безударная позиция у нас ударная. Орфограмма неверная. Палькицо. В суффиксе имени существительного после С под ударением пишется О. Это верный вариант ответа. Следующее задание я предлагаю вам выполнить самостоятельно и сверить полученные результаты с эталоном. Предлагаю выполнить следующее домашнее задание. Конечно, в первую очередь выучите теоретический материал презентации. Обратите, пожалуйста, внимание на слова-исключения. Спешите словосочетание, которое вы видите на доске, применяя правила, которые вы уже выучите или повторите. Ставьте пропущенные буквы. И предлагаю вашему вниманию для домашнего выполнения дифференцированное задание определить тип подчинительной связи в каждом словосочетании. И напоминаю, что это будет третье задание ОГЭ по русскому языку. Успехов! Уголовное право – это особая отрасль права, связанная с самой тяжелой и опасной разновидностью правонарушений преступлениями. Регулируя общественные отношения, уголовное право решает важные задачи – охранительную и предупредительную. Охранительное охраняет человека, государство, общество от преступлений. Предупредительное предупреждает преступление. Уголовное право – это отрасль права, представляющая собой совокупность юридических норм, определяющих преступность и наказуемость деяний. Норма уголовного права регулирует уголовно-правовые отношения. Такой вид общественных отношений, который возникает главным образом по поводу преступлений. В круг преступлений входят убийство, хищение, незаконное производство и сбыт наркотиков, акты терроризма. Давайте познакомимся с вами со структурой уголовно-правовых отношений. Все преступления направлены против кого-то либо против чего-то, то есть имеют объект. Объектами преступления могут быть личность, собственность, общественный порядок, окружающая среда, конституционный строй, мир и безопасность человека. Например, поздно вечером 14-летние подростки исписали нецензурными словами стекла и стены пустых вагонов метро. Налицо правонарушение, нарушение против общественной безопасности, вандализм. Субъектами уголовно-правовых отношений, с одной стороны, являются лица, совершившие преступные деяния, с другой стороны, государство, представленное правоохранительными органами и судом. Содержанием уголовно-правовых отношений являются права и обязанности сторон. Так, государство должно расследовать преступление и принудить преступника понести наказание, а преступник должен его понести. Источниками уголовного права, единственным источником уголовного права является Уголовный Кодекс Российской Федерации. Его действия распространяются на всю территорию Российской Федерации, то есть на сушу, на территориальные воды и воздушное пространство. Вне зависимости от гражданской принадлежности, будь то гражданин Российской Федерации, иностранец или лицо без гражданства, в равной степени за свое преступление каждый из них понесет наказание. Уголовный Кодекс состоит из двух частей, особенной и общей. В Уголовном Кодексе все нормы объединяются в институты уголовного права. Так, существует институт преступления, институт наказания и институт необходимой самообороны. Рассмотрим институт преступления. Что такое преступление? Преступление это противоправное, виновное, общественно опасное деяние, за которое последует уголовная ответственность. Исходя из понятия преступления мы можем выделить его признаки. Преступление это всегда деяние, действие или бездействие. Например, девятиклассница подстерегла после занятий свою подругу, внезапно взбив ее с ног, начала жестоко избивать. За этим наблюдали двое мужчин. Уполномоченный полицейский участковый и его друг водитель автомобиля. На крики о помощи мужчины не реагировали. Через время водитель уехал, а участковый ушел, несмотря на то, что девушка осталась одна лежать на обочине. Налицо как преступное действие девятиклассницы, так и преступное бездействие двух мужчин. Следующим признаком является общественная опасность. Противоправность, то есть действия нарушают нормы уголовного права. И виновность. Вине хотелось бы уделить особое внимание. Она может быть как по умыслу, так и по неосторожности. Умысел может быть прямым и косвенным. Прямой умысел, когда преступник желает и понимает последствия своего правонарушения. Косвенный умысел, когда преступник не желает, но прекрасно знает о последствиях своего правонарушения. Вина по неосторожности может быть легкомыслием и небрежностью. Так, например, мотоциклист, нарушая правила дорожного движения, проезжая на красный сигнал светофора, сбил пешехода. Налицо легкомыслие. То есть мотоциклист знал о том, что он нарушает права. Но самонадеянность не остановила его. И неосторожность по небрежности. Подросток, находясь в гостях у своего друга, рассматривал охотничье ружье. Не убедившись в том, что ружье заряжено, он выстрелил. Он должен был предвидеть последствия, но не сделал этого. И последний признак преступления – это наказуемость. Но есть обстоятельства, которые исключают наказание. То есть преступность деяния. Это крайняя необходимость. Например, пожарный для того, чтобы потушить пожар в квартире, взломал дверь. Налицо ущерб имуществу. Но пожарный не мог поступить иначе. Он спасал людей. Причинение вреда при задержании преступника. Полицейский, задерживая преступника, который пытался ускользнуть от него на автомобиле, стрелял по колесам автомобиля. Снова налицо ущерб имуществу. Но полицейский не мог поступить иначе. И еще одно обстоятельство – это необходимая самооборона. Необходимая самооборона – это правомерная защита от общественно опасного посягательства путем причинения вреда нападавшему. Но у необходимой обороны есть допустимые пределы. Первое. Она возникает только при наличии реального общественно опасного деяния. То есть, если кому-то показалось, что кто-то хотел нанести ему ущерб, это не является основанием для необходимой обороны. Второе. Вред можно причинить только лицу, совершившему преступление. То есть, если пострадали другие люди, то это снова превышение рамок самообороны. Ну и третье. Должна соблюдаться соразмерность защиты нападения. Например, у молодого человека украли телефон. Он кинулся вслед за воришкой и, нагнав его, стал его избивать. Это превышение самообороны. Уголовная ответственность. Это мера принуждения, которая применяется от имени государства по приговору суда к лицу, признанному виновным. Цель наказания состоит не в том, чтобы нанести страдание человеку, а исправить и перевоспитать преступника, восстановить социальную справедливость. При установлении наказания учитывается множество факторов. Смягчающие обстоятельства – это явка с повинной и содействие следствию. И отягчающие обстоятельства – это неоднократность преступления и совершение преступления в группе. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с 16 лет, но есть преступления, ответственность за которое подростки несут с 14 лет. Это преступления против личности, имущественные преступления и против общественной безопасности. Давайте рассмотрим каждое из них. Первое. Тяжкие преступления против личности – это умышленное убийство или причинение тяжкого или среднего вреда здоровью, изнасилование. Имущественные преступления – это кража, разбой, грабеж, вымогательство, завладение транспортным средством без цели хищения. И третье – это преступления против общественной безопасности и общественного порядка. Несовершеннолетним может быть назначенное уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет, либо меры воспитательного воздействия, передача под надзор родителей, либо специализированных государственных органов, возложение обязанности загладить причиненный ущерб, ограничение досуга. В случае нарушения этих условий подростка привлекут к уголовной ответственности. Предлагаю вам выполнить следующее домашнее задание. Изучите параграф 20 учебника общества знания 9 класс Боголюбова. Выучите основные понятия и выполните письменно задания в классе и дома. Желаю вам успехов. До свидания. Здравствуйте, дети! Тема нашего урока – повторение по теме основы кинематики. В данном разделе физики мы изучаем движение равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение и равномерное движение по окружности. Сегодня на уроке мы вспомним основные кинематические зависимости, графики и решим задачи, которые размещены в фонде на сайте FIPI. Равномерное прямолинейное движение – это такое движение, где скорость постоянно, то есть тело за равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения. Скорость прямолинейного равномерного движения равна отношению перемещения ко времени, в течение которого это перемещение было совершено. Зависимость координаты от времени имеет такой вид x равное x нулевое плюс vxt. На рисунке 1 вы видите график зависимости скорости от времени, на рисунке 2 вы видите график зависимости координаты от времени. Когда мы работаем с графиком, нужно быть очень внимательными. Сначала мы внимательно смотрим, что написано возле оси. Если возле оси написана скорость, значит это график скорости, если координата, значит это зависимость координаты от времени. Давайте рассмотрим второй график. Что мы видим по этому графику? Мы можем найти координату в начальный момент времени. В данном случае у первого тела это 30, у второго тела это 0. Мы можем найти координату в любой момент времени. Если мы посмотрим, где находятся наши тела в момент времени 2 секунды, мы увидим, что координата у обоих тел 10, значит эти тела встретились. Также мы можем найти скорость. Давайте вспомним формулу. Чтобы найти скорость, нам нужно перемещение поделить на время. Перемещение это изменение координаты, поэтому первого тела начальная координата 30, конечная координата 0. 0 вычесть 30, мы делим на 3, получаем минус 10. Это график представлен на график скорости, нижняя прямая. У второго тела начальная координата 0, конечная координата 25. Находим скорость 25 минус 0, мы делим на 5. Это произошло в течение 5 секунд. Нашли скорость равна 5. На графике мы видим, это график синего цвета. Следующий вид движения это равноскоренное прямолинейное движение. Это движение отличается тем, что здесь появляется ускорение. Что такое ускорение? Ускорение показывает, ускорение показывает, насколько изменяется скорость за единицу времени. Проекция скорости имеет вид Vx равно V0x плюс AT. Проекция перемещения имеет другой вид V0xt плюс Axt в квадрате деленное на 2. Мы видим, что проекция скорости это линейная зависимость, а проекция перемещения это квадратичная зависимость. Давайте рассмотрим график скорости. Первое тело у нас движется с увеличением скорости. Второе тело мы видим, что скорость не меняется. Это равномерное прямолинейное движение. А вот третье тело движется с ускорением. Но давайте внимательно просмотрим. Первая часть движения до момента времени t с индексом p скорость наша уменьшается, а вот вторая часть движения скорость увеличится. Как в жизни представить это движение? Представьте, что автомобиль движется по шоссе. Ему нужно сделать разворот. Автомобиль начинает тормозить, скорость его уменьшается. Затем делает остановку, делает разворот и движется в противоположном направлении оси, увеличиваясь. Причем ускорение, когда тело тормозило и когда автомобиль увеличился, скорость одинаково. Давайте посмотрим теперь на графики проекции перемещения. Первое тело у нас ветвь параболы направлено вверх, потому что ускорение положительное. Второй график у нас, второе тело, это прямая, равномерное прямолинейное движение. А третье тело у нас оси направлены вниз параболы, ветви параболы направлены вниз, потому что ускорение у нас отрицательное. И в тот момент времени t с индексом p мы видим, что тело меняет направление движения. Давайте рассмотрим теперь первую задачу. На рисунке показан график зависимости от времени для проекции скорости тела. Какова проекция ускорения этого тела в интервале времени от 5 до 6 секунд. Очень внимательно смотрим. У нас разные интервалы временные. И на каждом отрезке времени тело двигалось с разным ускорением. Нас интересует отрезок от 5 до 6 секунд. Смотрим внимательно. В момент времени 5 секунд скорость тела была 0. В момент времени 6 секунд скорость тела была минус 8. Как нам найти ускорение? Из конечной скорости вычитаем начальную и делим на время. Минус 8. Мы вычитаем 0 и делим на 8. Получаем минус 8 метров в секунду ускорения. Следующая задача. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости грузовика от времени t. определите по графику путь пройденный автобуса в интервале времени от 40 до 100 секунд. Смотрим внимательно на график. Перед нами график скорости, на котором три разных участка. Нас интересует участок от 40 до 100 секунд. Смотрим внимательно. От 40 до 80 у нас график представлен в виде прямой. Значит тело двигалось равномерно прямолинейно. Следующий участок у нас от 80 до 100 равно ускоренное движение. Ускорение отрицательное. Как нам определить путь? Можно конечно использовать кинематические зависимости. На первом участке будет sx равно vxt. У нас скорость 15. А время у нас от 40 до 80. 40 секунд. Значит 15 мы умножаем на 40. А вот на втором участке здесь равноскоренное движение. Поэтому можем воспользоваться формулами. Либо sx равно v0t плюс t в квадрате на 2. Либо через разность квадратов скоростей. sx равно vf квадрате минус v0 делен на 2а. А проще можно найти среднюю скорость на этом участке. Начальная 15 конечная 0. Средняя 7 с половиной. Умножаем на 20. Получаем 150 метров. Но самый простой вариант мне кажется. Нужно вспомнить что проекция перемещения. Проекция перемещения равна площади фигуры ограниченной графиком скорости и осью времени. Поэтому давайте мысленно проведем прямую. У нас получилась трапеция. И просто-напросто найдем площадь трапеции. Это полусумма оснований на высоту. Сложно, если вам, ребят, значит вы можете разбить эту фигуру на две фигуры. Прямоугольник, да, стороны 40-15 и треугольничек. Найти площадь треугольника, найти площадь прямоугольника. Складываем и получаем ответ. Ответ в этой задаче 750 метров. Следующая задача третья. На рисунке представлены графики зависимые проекции скорости от времени для трех тел, движущихся вдоль оси Х. Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Запишите в ответе их номера. Разбираемся с первым утверждением. Начальный момент времени. Все три тела имели одинаковую скорость. Смотрим внимательно на график. Начальный момент времени – это начало движения. Смотрим внимательно и мы видим, что все три тела движутся. Начальная скорость всех трех тел – 15. Значит, утверждение верное. Второе. Тело первое движется с наибольшим по модулю ускорением. Вспоминаем. Ускорение больше в том случае, если на графике скорость прямая имеет больший наклон. Вспоминаем. Мы видим, что больший наклон все-таки имеет прямая третья. Значит, неверное. Третье утверждение. Тело третье с начала наблюдения движения движется в отрицательном направлении оси ОХ. Это как раз тот случай, который мы разбирали, когда повторяли теорию. Посмотрите внимательно. Нет, первые 20 секунд тело движется в направлении ОХ, просто его скорость уменьшается. То есть автомобиль тормозит, предположим. Дальше. Четвертое утверждение. Уравнение зависимости проекции скорости от времени для тела. Первое имеет вид ВХ 30 плюс Т. Смотрим внимательно. Мы с вами уже проговорили, что начальная скорость равна 15, а здесь у нас в уравнении 30. И ускорение тоже неверное. Поэтому неверное выражение. Пятое. В течение первых 20 секунд тело первое пройдет максимальный путь. Давайте вспомним опять, что проекция перемещения равна площади фигуры, ограниченной графиком скоростью и осью времени. Давайте посмотрим. Вот наши 20 секунд. И посмотрим, что у нас получается. Итак, третий график. Начнем с третьего графика. Площадь у нас получается вот этого маленького треугольничка. У второго тела получается прямоугольник, площадь которого уже в два раза больше. Значит, больше. А площадь первого тела получается трапеция. Еще больше будет. Поэтому это утверждение верное. В течение первых 20 секунд тело пройдет максимальный путь. Первое. Четвертая задача. Из двух городов. Навстречу друг другу с постоянной скоростью движутся два автомобиля. На графике показано изменение расстояния между автомобилями с течением времени. Каков модуль скорости первого автомобиля в системе отсчета, связанной со вторым автомобилем? Внимательно смотрим на оси. Мы видим, что время здесь в минутах. Время в минутах. Теперь смотрим внимательно. За 60 минут, а это значит за час, расстояние между автомобилями сократилось до нуля. Расстояние сократилось до нуля. Значит, скорость сближения 144 км в час. Но если мы будем рассматривать движение первого автомобиля относительно второго, значит, первый автомобиль и прошел за час 144 км. Поэтому ответ 144 км в час. Но нам нужно дать ответ в метрах в секунду. Переводим в метры в секунду и получаем правильный ответ 40 метров в секунду. Следующая задача, пятая. На рисунке показан график зависимости координаты тела, движущегося вдоль оси х от времени t. Из приведенного ниже списка выберите два правильных утверждения. Первое. В точке А проекция скорости тела на ось х равна нулю. Давайте внимательно посмотрим. Действительно, это как раз тот случай, который мы уже тоже с вами разбирали. В точке А что происходит с телом? Тело, скорость тела уменьшается до нуля, останавливается, тело поворачивает. Да, конечно, в этой точке скорость тела равна нулю. Утверждение верное. Следующее утверждение. Проекция перемещения тела на ось х при переходе из точки B в точку D отрицательна. Внимательно смотрим. Точка B, точка D. Мы мысленно проводим вектор, да, и мы видим, что этот вектор сонаправленный с осью х, то есть угол между вектором и осью, меньше 90 градусов. Значит, проекция этого вектора положительная. Неверное утверждение. Третье утверждение. На участке B, C скорость тела уменьшается. Совершенно верно. На участке B, C скорость тела уменьшается, потому что опять у нас такой участок, где тело будет менять свое направление. В точке C скорость тела будет равна нулю. Четвертое утверждение. В точке A проекция ускорения тела на ось х отрицательна. В точке A проекция отрицательна. Неверное утверждение. И пятое. В точке D ускорение тела и его скорость направлены в противоположную сторону. В данном случае скорость направлена по касательной вниз, и ускорение тоже направлено вниз. Вспомним, у нас парабола. Ветви параболы направлены вниз. Значит, ускорение у нас отрицательно. Итак, в этой задаче верный ответ, верное утверждение первое и третье. Итак, ребята, вам домашнее задание решить на сайте FIPI в разделе «Кинематики» 2-3 задачи по данной теме. Редактор субтитров А.Семкин